МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Прием граждан". Глава ответил на вопросы горожан и помог в решении ряда проблем. Продавцы спайсов. Мошенники разработали новую схему незаконного отъема денег. Где дешевле? Жители провели анализ цен на ярмарки и рынках города. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале РЕН-ТВ Армавир. В студии Ирина Рухлядко. Помочь с ремонтом квартиры, газифицировать улицу, улучшить жилищные условия. О своих проблемах армавирцы рассказали на очередном приеме по личным вопросам, который провел глава Андрей Харченко. Проходил он в зооветеринарном техникуме. Подробности в первом материале выпуска. Помочь с газификацией одной из улиц в поселке Восток просил Владимир Ильисицын. Работать и требует больших финансовых затрат. И самим жителям их не оплатить. Вопрос такой, когда будет газифицировать улицу 50 лет Победы? Дальше два заявления о освещении и водоснабжении улицы Дмитрия Смирнова, так как территория уже расширилась. И улица Дмитрия Смирнова, ну она уже как бы действует, понимаете? Там нет освещения. Сумма для газификации улицы действительно потребуется немалая, поэтому город ждет помощь от краевых властей. О проблеме там знают и вопрос уже рассматривают. Мы готовили в начале этого года, по-моему, в Министерство сельского хозяйства Краснодарского края вопрос о включении города Армавира, конкретно улицы, которую его назвали, федеральную программу на получение средств. Будем стараться со следующего года эту проблему начинать решать. Нерешаемых проблем нет. Все проблемы решаемы. Помимо личных были и коллективные обращения. Так жильцы одного из многоквартирных домов пожаловались главе на действие одной из управляющих компаний, без их ведома повысивших квартплату. Протокол с подделанными подписами. У нас очень видно, что подделанные подписи в протоколе. Решением вопроса теперь займутся правоохранительные органы. Глава Армавира поручил в случае необходимости оказать жильцам юридическую помощь. В целом за три часа, который длился прием граждан, было рассмотрено около 20 проблемных вопросов. Большая часть из них была решена на месте. В некоторых будет разбираться судебная власть. Остальные в силу сложности и больших финансовых затрат предстоит решить в ближайшее время. Александр Ифанов специально для РЕН-ТВ Армавир. К другим темам. В интернете регулярно появляются все новые способы, которые позволяют незаконно отнимать деньги у населения. Так мошенники стали выступать в роли продавцов смерти. Они используют популярность курительных смесей для выманивания средств из желающих расслабиться. Все подробности в нашем следующем сюжете. 10 октября в Армавире девушка погибла после употребления спайса. Реакция стражи закона не заставила себя ждать. В ходе работы сотрудников Армавирского госнаркоконтроля в городе было изъято 67 доз. Некоторые из них состояли из ранее неизвестных формул, но уже с 5 ноября все они были внесены в список запрещенных веществ. На данный момент в следственном отделе ФСКН в производстве находятся два уголовных дела по фактам хранения данного вещества наркотического средства группы GVH, то есть SPICE. Для связи и рекламы продавцы курительных смесей часто используют интернет. Так, наша съемочная группа без труда нашла сотни сайтов, где можно заказать по почте психотропные вещества, в том числе и с доставкой в наш город. Мы неоднократно делали в рамках оперативных мероприятий заказы, закупки, и практически во всех случаях выяснялось, что это мошенники, которые, используя лиц, которые употребляют данные наркотические средства, вводят их в заблуждение, надеясь на то, что они не будут обращаться в полицию по факту мошенничества. Хотя, если разобраться с точки зрения закона, в действиях данных лиц содержится состав мошенничества. Схема мошенников проста. Наверняка многие видели на стенах и на асфальте надписи SPICE, скорость, соль и номер мобильного. Желающий приобрести курительную смесь звонит по этому номеру, переводит деньги на электронный кошелек и остается ни с чем. Продавец просто исчезает. Если вы столкнулись с фактом мошенничества и знаете контакты распространителей SPICE, звоните по телефону доверия Армавирского госнаркоконтроля 427-35. Инна Лепеткина, Артур Гржанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Безбольную биту и другие подручные средства, с помощью которых можно нанести различные травмы, приравняли к оружию. В середине года законодатели ужесточили некоторые статьи Уголовного кодекса. Коснулось это и сроков отбывания наказания. Теперь за драку, которая закончилась походом в больницу, можно угодить в тюрьму на два года. Число преступлений и даже бытовых конфликтов, когда в ход идет оружие, становится большим. В качестве предметов устрашения наряду с ножом или пистолетом используют подручные средства. Железный пруд, безбольная бита, металлическая цепь, если ими нанесены травмы, при расследовании теперь приравниваются к оружию. Зачастую лица используют при причине вреда здоровью ножи или палки, дубинки, которые подбирают на месте совершения преступления. Законодатель идет по пути того, что оружием считается не только огнестрельное оружие или холодное оружие, но и также предметы, использующие в качестве оружия. Изменения уголовного кодекса, которые были одобрены в середине 2014-го, коснулись и сроков наказания за причинение вреда здоровью. Разграничение по степени тяжести осталось прежним, а вот время, которое суд даст на раскаяние и обдумывание содеянного, находясь в тюрьме, станет дольше, в среднем на два года. Если раньше за причинение тяжкого вреда здоровью предусматривалась ответственность до 8 лет лишения свода, то сейчас за причинение вреда здоровью с применением оружия предусмотрена ответственность до 10 лет. За причинение вреда здоровью средней тяжести в настоящее время с применением оружия предусмотрена ответственность до 5 лет лишения свода, ранее до 3 лет лишения свода. Ужесточением ряда статей Уголовного кодекса законодатели стремятся напомнить гражданам о неотвратимости наказания и серьезных сроках. Прежде чем взять какой-либо предмет и нанести ему дар, гражданин должен подумать о том, что в руках у него оружие и даже за незначительные травмы придется надолго сесть в тюрьму. Ирина Рухлядко, Максим Котов, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир». В узком пространстве между цветочным магазином с одной стороны и забором, который хоть и упал, но продолжает выполнять свою функцию и отгораживает небольшой проход возле дома от соседнего участка. Мы остались сейчас совершенно без двора. К нам приехали, поставили временный забор из провнастила. В общем, от двора у нас осталась ширина, ну где-то метра полтора-два, не больше. Мы остаемся даже без выхода, без ничего. Забор этот постоянно падает. Детей выпустить невозможно. У нас во дворе пять детей от двух до четырнадцати лет. В беседе Наталья Анатольевна рассказала, что после того, как забор упал, жильцы неоднократно обращались к собственнику участка с просьбой восстановить ограждение. Но вместо конкретных действий они дождались только обещаний. Решите нам проблему с этим забором. Уберите его что-то. Он не поднимает трубку. Последний раз он нам просто по телефону ответил полтора месяца назад. Помогите нам решить эту проблему, чтобы у нас здесь никто не убился на этом заборе. Чтобы у нас уже нам не угрожали с тем, что нам перекроют этот выход и нам негде будет выходить. И чтобы этот мусор, в конце концов, эту траву скосили, потому что здесь бегают крысы. Крысы побольше, чем кошка. Тогда жители обратились с просьбой разобраться в ситуации к сотрудникам прокуратуры. Те перенаправили жалобу в отдел архитектуры администрации городов. А оттуда тревожный сигнал вновь полетел к соседям с предписанием устранить все неполадки до 10 ноября. Срок подошел, но на место никто не приехал. По этим вопросам редакция РНТВ обратилась к представителю частного лица с просьбой прокомментировать ситуацию. Мы завтра, у меня бригада освобождается, я ставлю завтра бригаду и в субботу воскресенье будет. То есть до конца недели этот забор будет там поставлен? Да, в неделю уже будет поставлен. Там еще надо что-нибудь в двери здесь свалить. Мы заставим, но им отдельный схожий надо сделать. В заборе будут у них рядышком с этим, с духом, который 108-й, у них будет вход один. Однако уже 18 ноября, а забор по-прежнему остался лежать на том же месте. Лариса Юровская, Артур Коржанян, служба информации РНТВ, Армавир. Армавиру выделены деньги для создания рабочего места инвалиду-колясочнику. Программу поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья реализует Центр занятости населения. Предприниматель, который решится на трудоустройство маломобильного армавирца, получит 700 тысяч рублей. Траты денег исключительно целевые. Направить их необходимо на организацию не только места для работы, но и создания инфраструктуры. Эти деньги пойдут на возмещение затрат работодателей, на создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам инвалидов. Это строительство пандуса, расширение дверных проемов, создание рабочего места для инвалида, удобный стол, может быть компьютер, сплит-системы. Сейчас по программе создания рабочих мест для инвалидов нашли подходящие вакансии 15 человек. До конца года их будет 19. Всего в городе трудится порядка 2000 людей с ограниченными возможностями здоровья. Из первых рук прямо к столу. Вот уже на протяжении нескольких лет в выходные дни проводятся сельскохозяйственные ярмарки. Насколько стало выгодно здесь покупать продукты при повышении цен, узнала наша съемочная группа. На ярмарке жителям предлагают свежие продукты местного производства. За качество покупатели голосуют рублем, и чтобы приобрести понравившийся товар, часто приходится постоять в очереди. Зато здесь в любое время года каждый может купить овощи и фрукты, выращенные без химикатов. Ярмарки нужны, и всегда ждем субботы, чтобы приобрести качественные натуральные продукты. Впечатление, что цены такие же, как и на рынке. Я не нахожу там никакого удовольствия и никакой выгоды. Люди ходят, ходят, значит это надо мне. Если бы туда никто не пришел, ну зачем оно нужно? Мне нравится ярмарка меда, вот что я люблю. Вот ярмарка, конечно, потом новогодняя ярмарка, вот ждем, не дождемся, когда она будет. Участок посетителей уже есть любимые продавцы, и они покупают мед, рыбу и овощи только у них. Здесь нет перекупщиков и платы за аренду, поэтому производители устанавливают реальные цены, и их продукция пользуется большим спросом. Яблоки, овощи, фрукты, колбаску здесь, кавказская, привозят вкусную. Ну, в общем-то, да, приемлемые цены. Одинаково, что на базаре. Ну, если здесь не купил, там докупаю. Вы знаете, вот рыбку хорошую взяла, овощи взяла, сыр взяла с лукуни, очень все хорошо здесь. И на рынке можно поторговаться, и здесь тоже присматриваешься, ищешь все-таки. Ну, я вот не гонюсь, в общем-то, за дешевым товаром. Я хочу, чтобы было все хорошее. Общее повышение цен связано с ослаблением рубля. Но в преддверии праздников продавцы не беспокоятся о снижении спроса на привычные нам продукты питания. Многие из них армавирцы могут купить выгодно именно на ярмарке. Инна Лепеткина, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Не секрет, что благоустройство нашего города – предмет гордости армавирцев и белой зависти соседей, которые то и дело сообщают друг другу о новых постройках и парковых скульптурах. Теперь при рассказе о зоне отдыха в микрорайоне Кирпичного поселка можно смело цитировать фрагмент сказки Пушкина о царе Салтане. Какой именно эпизод, расскажет Лариса Юровская. В свете ж вот какое чудо! Так своим соседям из Курганецка или Новокубанска смело могут сказать жители микрорайона Кирпичный. Белка песенки поет до оришки, все грызет. Слова Александра Сергеевича Пушкина можно смело применить теперь к Кирпичному микрорайону, где появились две алтайские белочки. Гром и радуга пока живут в вольере, привыкают к нашему губанскому климату и посетителям, от которых нет отбоя. Всем хочется посмотреть на милых пушистых зверьков, которые прыгают с ветки на ветку, грызут кедровые орешки и обживают новый домик. А по соседству обитатели Королевского сада – фазаны и павлины. Вместо богатырей дядюшки Черномора покой белок и царственных птиц стерегут видеокамеры и местные жители, которые ведут дежурство. За уголок, так же как и спортивная площадка, это не дар с небес. Жители Кирпичного сами захотели улучшить свой микрорайон. Этузиазм работали все выходные дни, воскресенье, кто как мог, местные жители. Во-первых, не было освещения, фары включали в ночное время. Во-первых, у нас идея, когда сделали площадку, ее нужно отсыпать, нужно посмотреть, благоустроить. Трудно поверить, что на месте, где красуется новенькая спортивная площадка, был пустырь, где любили собираться компании, предмет головной боли участковых и педагогов. Теперь отсюда молодежь так же не загнать домой. Вот только время ребята проводят с пользой для здоровья. Буквально два дня назад мы провели турнир «Золотая осень» среди детских команд, в которых участвовали команды Армавира, Новокубанского района, Успенского района. И я бы хотел отметить, организаторы провели настолько все это продуманно, что наградительные материалы, медали, кубки, призы, я на краевых соревнованиях этого не видел. Тренировки по мини-футболу, волейболу и даже шахматам. По словам довольных родителей, идут до темноты. Не хватает фонарей, подсвечивают фарами с машин. Так преобразилось у нас на глазах, что мы за этим очень наблюдаем, приходим. Утром идем уже другое, идем уже очень хорошо сделали. Спасибо всем, кто это сделал. Все очень хорошо. И главное, семьи приходят. Дети с семьей приходят. А если семья приходит, это объединение, значит, это радость и все прочее. Так что я считаю, большое-большое спасибо всем, кто построил эту площадку. Детская площадка также предмет гордости. Такие даже в Армавире пока на пересчет. Все великолепие построек – дело рук самих жителей кирпичного микрорайона. Инициативная группа обратилась с просьбой в мэрию. Градоначальник Андрей Харченко пошел навстречу. И тут, как говорится, облагораживать свой поселок принялись все и стар, и млад. То, что явилось вот таким стержнем вокруг этой спортивной площадки, и приложили максимум устроенную территорию. Ну и само желание организаторов, местных жителей, сделать более качественно, чтобы это не на год. В проекте не было волейбольной площадки. Сделали волейбольную площадку, посадка в деревьях. Сами организовали, построили и облагородили. Сами заложили более 60 деревьев для новой аллеи. Каждый принимал участие. Кто-то приносил саженцы, кто-то оказывал посильную помощь. В новом парке планируется также закопать капсулу обращения к будущим потомкам. Чтобы эту капсулу, капсулу, вот, вскрыли уже через 10 лет, вот, на этом спортивном объекте. Я думаю, оно будет расцветать. Ну и, наверное, здесь появятся еще и раздевалки, душевые, фонтанчики. Я надеюсь на это. Как сделать наш город еще красивее? Ответ прост. Не надо звать, не надо ждать и жаловаться. А надо просто взять и сделать, считают жители Кирпичного. И надеются, что их примеру последуют и другие районы. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Продолжит выпуск новостей и прогноз погоды. С ним вас познакомит Марина Локтева. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, в среду будет пасмурно и дождливо. Ночью столбик термометра покажет 6 градусов, днем поднимется до 12. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба. 19 ноября всех представителей сильной половины человечества поздравляют с Международным мужским днем. Также ежегодно в среду, третьей неделе ноября, отмечается День географических информационных систем. А еще это Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. Профессиональный праздник у военнослужащих ракетных войск и артиллерии России, а еще работников стекольной промышленности. 19 ноября также Всемирный день туалета. Его главная цель – напомнить о том, что 40% населения планеты не имеет возможности справлять свои естественные потребности в комфортных условиях. На этом погоде и интересных праздниках у меня все. Я желаю вам здоровья. Ирина. Спасибо, Марина. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете на сайте в интернете ravita.info, на волнах авторадио «Армавир» и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Ирина Рухлядко. Всего доброго. И смотрите телеканал РЕН-ТВ.